Guitar Hero 5, World of Warcraft, God of War 3, Need for Speed Shift, а также Гарри Поттер на Евровидении. Гей-парадом в играх быть. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалике. Привет, меня зовут Макс Васильев и это Виртуалити. В ближайшие полчаса вас ждет только самое новое и интересная информация из мира видеоигрокомпьютерных развлечений. В Европе по наклейке на упаковке можно определить содержание игры, а сделано это для того, чтобы оградить подрастающее поколение геймеров от всяких непристойностей. Например, вот этот значок говорит о наличии мультиплеера, этот о насилии, о ненормативной лексике, о пугающих сценах, о сексуальных сценах, о наличии наркотиков, расовой дискриминации и азартных играх. Я представляю себе, как будет выглядеть обложка GTA с такими наклейками. Менее жесткие игры. Далее в новостях. Хочешь получить настоящий средневековый замок эпохи Ренессанса? И не просто замок, а вместе со всем содержимым, сокровищницами, потайными ходами и обширным арсеналом. Для этого не надо быть сыном олигарха или гором в законе. Достаточно выполнить поручение Ордена Ассасинах в от лица главного героя экшена Assassin's Creed 2. Дело в том, что все геймеры, сделавшие предзаказ проекта, получат в качестве внутриигрового бонуса этот самый средневековый замок. И смогут вдоль изучить его коридоры и найти все заныканные сокровища. А можно также собрать тусу и нехило зависнуть на пару дней с ассасиночками. Вот это жизнь. Создатели уморительного кукольного мультфильма «Рыбатцы» решили перенести свой специфический юмор в видеоигры. Они всей толпой засели над игрой «Спор Галактика Двечерс» и выдали на гора занятный ролик. Тут есть все. И нашествие летающих высокотехнологичных обезьян, и говорящие кошки-подлизы, и кровожадные снеговики, и даже голубой джим из «Хайло». В общем, фантазией авторам не занимать. Хочется надеяться, что они продолжат подобную практику и забацают несколько роликов по другим тайпам. Например, про гей-парад в игре «Мафия 2» или мелодраму из «Жизни зеркаль». А вот секс-меньшинство все-таки провели гей-парад. Правда, не на улицах Москвы, а в фэнтезийном мире World of Warcraft. Более того, это было уже пятое по счету подобное мероприятие. Несколько тысяч нетрадиционно ориентированных геймеров, весело галдя, пробежались по нескольким населенным пунктам. Как сообщают очевидцы, действо сопровождалось фейерверками, развратными плясками и дуэлями голых персонажей. Короче, праздник удался. Это лишний раз доказывает две вещи. Первое, что среди геймеров немало геев. И второе, что мэр Москвы Юрий Лужков не играет в World of Warcraft. Иначе бомб всю эту голубую братью разогнал и устроил парад пчеловодов или шествие маршрутчиков. Правда ведь, Юрий Михайлов? Говорят, что даже голливудский фильм «Геймер» в русском прокате будет идти под названием «Игра». Как вы понимаете, сделано это из-за одинакового корня. Ну, давайте оставим эту тонкую тему, а вернемся к знаменитостям и играм. В последнее время наблюдать там популярные физиономии стало даже неудивительно. А ведь было время, когда они считали индустрию компьютерных развлечений не более чем детской забавой. Разрушил этот пороченный круг со свойственной ему прямотой и мордобоем Брюс Ли в одноименной игре 1984 года. Поддержал коллегу любимец публики Джеки Чан, причем игры с его участием выходили в три раза. И пошло-поехало. Музыкант Дэвид Боуи со своей женой засветились в проекте «Омикрон». Японский певец «Гакт» попал сразу в несколько игр серии «Файнал Фэнтези». А группы «Кис» и «Айра Смит» переключевали в виртуальные миры полным составом. Вообще, с развитием музыкальных симуляторов многие коллективы получили своих цифровых двойников, например, «Металлика» и «Бидос». А музыкант Фил Коллинз даже умудрился сыграть самого себя в одной из частей «ГТА». Кстати, о «ГТА». Вот уж где звезд Уроник, Лью Тай-Си, Сэмюрел Джексон, Майкл Мэтсон, Игги Поп и победительница Евровидия Руслана. Правда, гонорары за участие в играх не всегда высокие. Например, за озвучку Нико Белич из «ГТА-4» актер Майкл Фоллик получил всего 100 тысяч долларов, чем остался весьма недоволен. Знаменитый рэпер «Фифти Сент» вообще плюнул на всех и замутил игру про себя любимого. А горячие цифры Кармин Электро и Джулия Стрэйн сверкали своими талантами в эротических игрушках «Playboy The Mansion» и «Heavy Metal Pack 2» соответственно. Отечественные знаменитости тоже охотно участвуют в играх. Например, группа «Наив», Михаил Пореченков и знаменитый «Гоблер». В общем, не гнушают у современной селебрити видеоигр. Кто голос подарит, как Майкл Айронсайд Сэму Фишеру. Актер собственноручно будет макать руками и ногами, как тот же Джек Блэйк. А ведь есть и еще целая куча проектов под фильмом. Вот такие они, звезды. До славы охочие. Интеллект, мне кажется, фанатам до этого дела нет. Главное, чтобы их любимой звезды было побольше. Конечно, тут повезло Гарри Поттероманам. После выхода книги появляется фильм, а потом еще и игра. Что может быть лучше, чем играть за своего любимого героя? Всякие заклинания произносить. Интеллект, палочку. Ксенус Портер! Ну, ты что тут делаешь? Вообще-то я цветок хотел. Нубус Перфекто! Ну, практически как у Гарри. Признайтесь, вам хочется сбежать из этой обрыдлой реальности в какое-нибудь волшебное место, где магия полностью заменила технологии, а вместе с людьми живут эльфы, гномы и драконы. Да, вы не одиноки в своих мечтах. Иначе серия книг, фильмов и игр о волшебнике Гарри Поттере никогда бы не добилась такой популярности, что фанаты этого мага-недоручки слагают к нему оды. И не где-нибудь, а на белорусском Евровиде. Но тут главное без фанатизма. Все, что нужно для того, чтобы уйти от настоящей реальности, это прочесть серию книжек о похождениях юного мага, или отправиться, например, у фильма, или самому стать волшебцем. Эдис, Адис, Аниматис, Эдис, Адис, Амадис! Хотя нет, вообще-то достаточно просто запустить одноименную игру. В ней-то вас и ждут виртуальные похождения самых настоящих волшебников. Вот, например, что думает о проекте сам Гарри. Нет, вы только представьте, эти волшебники взяли мое лицо и перенесли его по ту сторону монитора. Они и есть настоящие маги-чародеи. А то это и есть настоящая магия. Никакие волшебные кролики рядом не стоят, хотя это и не так весело. Да ладно, это очень прикольно запульнуть в кого-нибудь фаербол. Хорошо, убедили. Дело в том, что проект выходит на всех платформах, в том числе и на консолях Wii, где в полной мере задействуется ее особый контроллер Wii Mode. С его помощью можно сражаться на виртуальных дуэлях, размахивая им как волшебной палочкой, управлять летающей метлой и даже приготавливать приворотное зелье, чтобы закадрить симпатичную девушку. Это моя любимая часть, вы будете перемешивать, нагревать и варить всякие снадобья. О, да, но что? Ну, в общем, вы поняли, это игра для тех, кто... Кто просто живет, потому что песни поет. Кто вы думали? Нет, не так. Для тех, кто по-настоящему любит волшебные истории с мистическим сюжетом. Эти сафи с аниматис. Фу, на тебя волшебный кролик весь Москвы. Далее в виртуалити. God of War 3, Need for Speed Shift, Street Fighter 4, Darksiders. А также кровавый беспредел на футбольных полях, конец света опять переносится. Это в виртуалити, мы вернулись. Свежие новости об бета-тестировании StarCraft 2. Оказывается, в каждом регионе мира будет задействовано около 40 тысяч игроков. А общее количество тестеров достигнет 200 тысяч. Ну а тем, кто не попадает в славные ряды, нужно будет тщательно рыскать в сети. Там частенько появляются новые ролики. Или вообще расслабиться и ждать. Когда выйдет, тогда выйдет. Ну а если вы кроме StarCraft 2 еще и другие игры признаете, вообще хорошо. Смотрим новости о проектах, в которые можно поиграть уже сейчас. Бондюрно, сеньоры водители. Вашему вниманию предлагается белиссимо автомобиль на симуляр Тоне. Настоящий грандиоз для видеогейма. Бла-бла-бла. В общем, не верьте таким словам итальянских игроделов. Игра Superstars V8 Racing – глючная, плохо управляемая, некрасивая поделка по мотивам итальянского автогоночного чемпионата. Трепещите любители Fiat и Ferrari. Игра не поддерживает ни одну из существующих моделей рулей. Какой-то там вялый тюнинг, несколько типа заездов, хамоватый, постоянно выпикивающий из трассы соперники и всего три лицензированных автомобильных марки. В общем, одним глазом на проект взглянуть можно, да и то только если он картофельный. Игре полный не за счет. Кровавые разборки в американском футборе не вымысила жестокая правда. Особенно если играют такие отчаянные парни, как ворки, люди-ящеры, гномы, лесные эльфы и гоблины. Дело происходит в брутальной вселенной Вархаммер на виртуальных просторах мультиплатформенного проекта Blood Bowl. В этом жестоком симуляторе американского футбола смешались в кучу не только правил разных игр, но и кровавые шметки тех, кому не повезло в предыдущих матчах. Вархаммерская брутальность царит на футбольном поле, и это чувствуется даже в злобных ухмылках эльфийка с группой поддержки. Так, минуточку. Мяч летит ко мне, в комментаторскую кабину. Опасный момент. О, это не мяч, это чья-то голова. Голову кто потерял? Голову! PC-шники истосковались по хорошим дракам? Можете не отвечать, мы знаем правду. И потому что рубимся в уже добравшийся до персонала к любимой Fighting Street Fighter 4. Отличная графика и оптимизация отходят на второй план, когда бывалый геймер видит знакомых лиц для героев. Вы только смотритесь в эти лица. Итаянка Чанли, каратист Рю, сумоист Бонда и любимчик всех геймеров Зангиев. Вот оно счастье. Все знакомые по прошлым играм приемщики героев тоже в строю. Единственное, о чем должен позаботиться настоящий любитель ненастоящего мордобоя, большой запас клавиатур, ибо всем известна прописная истина. Хороший файтинг убивает клавиатуру, почище апперкота от Гайла. Ну что, бой, старая гвардия, покажем этим новомодным игрушкам. Мочи! Вот я бы поспорил, кстати, кто круче, бойцы Street Fighter или Кратос из God of War. Этот лысый агрессор столько народу положил, никакие Чанли или Зангиев не смогут ему навалять. Сто процентов. А в третьей части игры он стал еще круче и еще безжалостней. Реки крови и толпы обнаженных красавиц оставались за его спиной. А он все шел вперед, движимый лишь одним, жаждой мести. Лысый и брутальный воин Кратос, главный герой серии God of War, рвет своих врагов на мелкие части и медленно, но верно приближается к цели — уничтожить древних богов, повинных в смерти его семьи. Третья часть должна поставить жирную кровавую точку в истории взлета и падения самого отчаянного богокульника в истории видеоигр. God of War 3 — это конец трилогии, которую мы придумали. Это финал истории Кратоса, повествующей о последнем сражении богов и титанов. Третья часть начинается там, где заканчивается вторая. Гея, одна из титанов, этих гигантских существ, ведет своих собратьев на Олимп, чтобы задать перцу всем богам. Так, выходит теперь Кратос не самый большой богоненавистник. Неожиданно, но, как говорится, не хлебом единым, в смысле, не только сюжетом сильной серии God of War. Главная фишка игры — это обилие кровавых приемчиков Кратоса. Мы добавили новые способы расправы над противниками. Это не только полные удары, вы также сможете рвать их на куски, кидаться и даже использовать их как прикрытие, когда участвуете в масштабных сражениях. Ну что же, с насилием в новом God of War все в порядке. Что насчет сексапильных красоток? Если вы почитаете древние мифы, то обнаружите там множество сцен откровенного характера. Зевс даже коралл простых смертных за то, что у них был разгул. Но вот мы и решили, пусть все это будет и в нашей игре, по-взрослому без цензуры. Вот теперь я точно спокоен. Это все тот же старый добрый God of War. Точнее, не старый, а возмужавший. И не добрый, а одержимый. Зато выглядит на все сто. Остается лишь дождаться выхода игры. Когда, кстати, она выходит? Что? Весной следующего года? Да что, они там охренели? А вот я им сейчас... Где мой меч-хаус? Далее в виртуалите. Конец света опять переносится. А также игра для настоящих психов. Это в виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Больше геймеры не смогут круглосуточно сидеть перед монитором. Конечно, если родители приобретут видеогеймтаймер. Это такой специальный девайс, который подключается к компьютеру, ну или приставке. Затем вводится пароль и указывается время, через которое произойдет биг-бадабум. Ну, то есть принудительное выключение. Тут, сами понимаете, главное успеть сохраниться. Теперь у геймеров есть еще один враг. Джон Морриси, изобретатель этой самой машины смерти. От печальных новостей переходим к радостно-замечательству. Фанаты Нинтендо рады. Ведь все, что фанатам надо, с веселым южиком Соником и Марио. Олимпиада. А ведь именно такая игра появится в октябре на платформах Wii и DS. Любимый с детства герой Соник Марио, доктор Работник и обворожительная принцесса Персик посоревнуются в таких зимних видах спорта, как сноуборд, хоккей, горные лыжи, прыжки с трамплина, баб, не побоюсь этого слова, слей и многое-многое другое. Вся эта петрушка приурочена к зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. А выходит проект уже в октябре. Жаль, не будет покемонов и телекузиков. Всегда мечтал о таком хоккейном матче. А вы как думаете, кто бы кого? Война войной, а обед, как говорится, по расписанию. Именно таким принципом руководствуются разработчики экшена Darksiders Rat of War, постоянно перенося свой проект. Изначально игра про войну, в смысле не про войнушку, а про войну одного из всадников Апокалипсиса. Так вот, изначально эта игра должна была выйти в прошлом году. Затем выпуск перенесли на весну, потом на конец августа, теперь заявляют, что она не выйдет до зимы. Но что тут можно сказать? Если уж Апокалипсис убыть, то почему бы его и не отложить на неопределённый срок? Так что мы не будем против, если Darksiders выйдет в следующем году. Или там через год. Тем более, что играбельная альфа-версия выглядит пока довольно уныло. Не дотягивает, понимаешь, она до Апокалипсиса. Так, какой-то армагеддончик мял. Маленькие ниндзи прячутся в траве. Злых плохих зверушек бьют по голове, превращая их в добрых и смешных. Примерно так можно пересказать суть мультиплатформенного экшена «Мини-ниндзи», в котором три крохотульки ниндзя противостоят злому самураю и целой армии его прихвостней. Этот злодей наколдовал себе войско прямо из жителей родного леса. Маленьких ниндзи улик. И теперь три друга должны вернуть своим соседям первоначальный облик. А злые не убить и оставить без сладкого. Малютки могут превращаться в лесят, поросят и карасят. Стрелять из луков, прикрываться щитами. Древнее пророчество ниндзи гласит. Используй магию и меч. Ты лес свой должен уберечь. Проект появится в сентябре. Сентябрь вообще будет богат на хорошие релизы. Если, конечно, ничего не перенесут. Должны появиться рок-бенд The Beatles, Silent Hill для PSP, Dirt 2 и очередная игра в серии Need for Speed. Вот о ней-то мы сейчас и поговорим. Сдулась, как продырявленное колесо, шипели фанаты в сторону гоночной серии Need for Speed. В чем-то, возможно, не и правы, но в свое время проекты про жажду скорости настолько высоко подняли фонду качества, что переплюнуть ее сложновато. Тем не менее, уже в этом году к нам в вихре мчится Need for Speed Shift. Новая игра легендарного сериала. Уберяю вас, эта игра не идет во узкое колее предыдущих частей Need for Speed. Она посвящена профессиональному автоспорту. Чтобы вовлечь геймер в происходящее, сюжет абсолютно не нужен. Но, конечно, карьерный рост и развитие будут. То есть вы потихонечку будете получать новые машины, модифицировать их, открывать новые заезды. Впервые за всю историю Need for Speed мы ввели модификацию интерьера. То есть вы теперь можете изменять вид машины как снаружи, так и изнутри. Тюнинг будет очень подробным и продуманным. Звучит неплохо, но этого явно недостаточно для того, чтобы заинтересовать геймеров. У Shift'а новый движок, который отлично подходит для спортивного автосимулятора. Продвинутая физика, искусственный интеллект и, главное, правдоподобные ощущения. Например, когда вы теряете управление на большой скорости, это больше похоже на шутер. Полная дезориентация, размытый экран. В общем, несколько секунд от ключки. Все как в реальности, это только одна мелочь, а все вместе они заставят вас поверить в то, что вы управляете настоящим автомобилем. Да, скорость — это, конечно, наше все. Ну и мелочи типа большого автопарка, разнообразных трасс и радости сетевых баталий. Совершенно верно, онлайн — это треть всего удовольствия от игры. Будут как старые режимы, которые нравятся фанатам серии, так и новые эксклюзивные виды заездов. Мы их долго держали в секрете. Честно говоря, заинтриговали. Спорткары, чемпионаты, сетевые заезды и тюнинг. Похоже, в сентябре жажда скорости разразится с новой силой. На сегодня все. Смотрите на следующей неделе в виртуалити. Очередной скандал с GTA. На этот раз из-за наркотиков. Виртуальные машины уже давно можно встретить в реальности. Кому звезда трансформеров Меган Фокс хочет начистить рыло в Mortal Kombat и многое другое. С вами был Макс Васильев. Стэндбай!